Наш герой, наш маскот. Ненавижу этот звук. Мы как-то пытались разговаривать с мейджорами, говорили, вот музыку можно сделать массовой, только нужно перестать требовать такие адские деньги. Не готовы люди платить по доллару за трек в интернете, где, в общем-то, вообще все бесплатно. Пользователь пришел в Яндекс, набрал «Мадонна» и хотел бы это послушать. Вот, собственно, в этом и была концепция запуска. Мне все время нравилась идея того, чтобы был стриминговый сервис, что просто приходишь туда, находишь музыку и слушаешь ее. Ко мне пришли Волож, Митя Иванов и Кукуц, и сказали, что у них есть контракты с двумя большими звукозаписующей компанией, мне кажется, с EMS Universal, и сказали, что нам нужен музыкальный сервис. Сначала колдунчик запустили. Такой микросервис, который на поисковой выдаче находится. Вводишь туда Happy New Year ABBA, и тебе трек можешь послушать. Я послушал тысячу раз, наверное, когда тестировал. Поставим для себя задачу сделать Яндекс музыку на розовом фоне. Купил розовый галстук, галстук похож на стрелку, розовая, а давай сделаем фон на Яндекс музыке розовой. Приходилось покупать диски на горбушке. Юридически все права на эти треки у нас есть, а физически файлов у нас нет. И правообладатель нам говорит, берите файлы где хотите. Где хотите, это значит купите компакт-диск. И это было абсолютно легально. Если раньше люди прям знали своих любимых исполнителей и могли слушать музыку альбомами, то сейчас музыки стало так много. И она настолько вошла в жизнь человека, и темп в жизни настолько увеличился, что люди потребляют музыку уже немного по-другому. Сама музыка никуда не исчезнет. Это правда довольно легкий, доступный и, кажется, вполне привычный способ менять свое эмоциональное состояние. Путешествуйте с точки А в точку Б в плане эмоций.